Всем привет, мои дорогие зрители, с вами Ориона и Арк Срвайвл Эволвэт на своем сервере. Будем сегодня размножать туса Теутисов. Самец у меня есть, я приручала в прошлых сериях, самочку я тоже нашла. Че, включаем блуждание, свистим? Включить блуждание. Сердечки появились, процесс пошел. Самочка же у тебя точно, сколько там процентов? 15. Все, есть икринка, да? Да. Я вижу зеленое свечение. А ты видишь, да? Так, быстренько отключить блуждание. Ого, какая она огромная. Я ей говорю, что она будет. Ничего себе, какая икринка. Вот это гола, смотри. Да, здоровенная. А че у него там с инкубацией? 97%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ноль три, ноль два, ноль один. О, вылубился и сразу уплывает. Так, детеныш маленький получился, всего лишь тридцать четвертый уровень. Покормить мясом. Дайте-ка я на него полюбуюсь. Прошло уже больше часа, маленький Тусатей вас просит внимания, и это у нас пойти на прогулку. Он хочет со мной погулять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Расти он будет, если я не ошибаюсь, в два раза дольше, чем базилозавр или кецель. То есть сидеть с ним придется очень долго. Но кушает он все, и мяско, и рыбку. И в отличие от базилозавра, он кушает не так быстро. Из-за чего его можно оставить без присмотра на долгое время, и он с голоду не умрет. Печально, конечно, что он родился всего лишь 34 уровня, несмотря на то, что родители его гораздо более высокого уровня были. Видимо, не повезло. Ну и тут, ребятки, я буду с вами заканчивать. Остается все так же заполнять кормушки, следить за детенышем, уделять ему внимание и потихонечку его растить. Икринку мы сегодня увидели, маленького туса Теотиса мы тоже увидели. Так что на этом все. Всем пока-пока!